Знаете, я ни разу не пользовалась этой функцией вопрос-ответ в инстаграме. Мне всегда было интересно, и, пожалуй, я думаю, пришло время воспользоваться. После длинного рабочего дня я люблю, конечно же, массаж. А после стресса мне всегда помогают тренировки по боксу, или я еще очень сильно люблю побыть в тишине одна. Это тоже очень помогает. Да, с этим я, к сожалению, сталкивалась. У меня был период, когда я очень много работала и довела себя до стресса, и у меня были такие критические приступы, которые за собой тянули панические атаки. Почти половину своей жизни я, наверное, на интервальном питании. Это означает, что я ем один-два раза в день очень плотно и с большими промежутками. Ну, мне на самом деле подходит, кому как. Блин, ну это сложный вопрос. С учетом того, что мне нравятся эти и другие, сониксами я даже знакома, но, наверное, все-таки Cypress Hill. Они больше продержались и по сей день выдают какие-то хиты, хотя не так часто. Для меня смысл жизни, наверное, все-таки вдохновение. Потому что за ним всегда последуют идеи, за идеями цели, а за целями путь к их реализации, по окончанию которых вы становитесь счастливым и полноценно. Это и есть, наверное, счастье и смысл. Наверное, это все-таки кожаные штаны, потому что в моем случае это очень практично, и в моем гардеробе их достаточно большое количество. Все они черного цвета, разных брендов, но это незаменимая вещь в моем гардеробе, я бы так сказала. Раньше, да, сейчас нет. Хорошо, что я от этого отучила себя достаточно давно, и это действительно болезнь, с которой нужно бороться, потому что это превращается в какие-то горы ненужных вещей, которые захламляют квартиру. Три моих лучших качества, значит. Ну, наверное, и то, что я заботливая, терпеливая, и у меня нереальный вкус в музыке. Это, пожалуй, с этим мало кто посоревнуется. Пожалуй, этот секрет я еще никому не раскрывала. У меня кровь русская, украинская, польская, еврейская и цыганская. Я, пожалуй, считаю, что это очень опасная смесь. Это достаточно интересно. Ну, я узнала о своем непростом положении, когда была беременной дочкой. Мне пришлось отменить гастрольный тур, и я не могла сидеть на месте. Решила открыть студию, заняться чем-то новым. Ну, вот уже в этом месяце будет пять лет, как моя Мишель, поэтому шесть лет я, как открыла студию, занимаюсь своим любимым делом. Мне безумно нравится, но я и не бросала свои гастроли. Периодически выступаю и работаю в студии, как мастер. Спасибо большое за комплимент. Ну, наверное, потому что мы по-дружески делали какие-то проекты вместе, пару съемок. Но я не была на лейбле, потому что, в принципе, я сама по себе как отдельный артист, и мне это вполне устраивает. Черт, ну, это правда. Я скажу честно, я в последнее время как-то очень потеряла интерес к социальным сетям, наверное. И у меня нет вдохновения делать какие-то новые публикации. Ну, если у вас действительно сильные панические атаки, постарайтесь найти то, что вас успокаивает. Больше проводить времени в тех местах, где вы себя чувствуете комфортно. И постарайтесь регулировать как-то ваше внутреннее состояние в первую очередь. Старайтесь научиться переключать свои мысли, не зацикливаться на данном состоянии. И пытаться из него выйти путем того, чтобы просто подумать о чем-то другом и постараться успокоиться. Это помогает. Да, я колола себе то ли ли политики, то ли какую-то другую фигню, когда боролась с растяжками после беременности. У меня была в районе бедер проблемная зона, но мне не помогло. Это было очень болезненно, но все зря. Я считаю, что ни одного человека не должно быть комплексов. Нужно научиться полюбить себя такими, какие вы есть, и тогда окружающие полюбят вас. Ваши недостатки станут какой-то, наверное, особой изюминкой, которая есть только у вас. Меня всегда вдохновляла музыка, кино. Великие люди, чьи достижения вдохновляли меня на что-то новое. Я очень люблю биографические фильмы о каких-то культовых личностях или персонажах. Ой, да, потому что моделью работала лет с десяти, и достаточно в больших модельных агентствах. Больше всего мне запомнилось модельное агентство Шарм. Оно есть на сегодняшний день и действительно номер один. Я могу сделать иначе, я прикреплю здесь ссылку, которую можно будет свайпнуть на мой любимый плейлист из моего трек-листа, который я слушаю чаще всего. А вы мне напишите, какой трек понравился вам.